На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Регулярно на станциях Расторгуева и Калинина проводятся профилактические рейды, но печальная статистика растет. В этом году уже 8 смертельных случаев. По сравнению с прошлым годом было 5 смертельных случаев. Во втором корпусе Видновской школы номер 2 состоялся финал и подведение итогов фестиваля «Мой мир» начинается с мамы. Как всегда у импульса совершенно восхитительные выставки. Дети гениальные. Трое воспитанников клуба гиревого спорта ВХТЛ вернулись с соревнований с золотыми медалями. У нас Чижевский Илья гирю 4 килограмма выполнял рывок за 42 минуты. Он поднял тысячу раз. За 2022 год на железных дорогах Ленинского округа погибло 8 человек. Статистика неутешительная. Власти и сотрудники надзорных органов призывают не подвергать собственную жизнь опасности ради экономии времени или оплаты за проезд. Регулярно на станциях Расторгуева и Калинина проводятся профилактические рейды, чтобы призвать пассажиров быть бдительными, находясь в местах повышенной опасности. Рейды с участием полиции и представителей отдела дорожного хозяйства и транспорта Ленинского округа проходят практически еженедельно. Пассажиров железнодорожного транспорта предостерегают о последствиях неразумного поведения в опасной зоне, каковой и является железная дорога. Объясняем пассажирам, чтобы они переходили в положенном месте на железнодорожные инфраструктуры, смотрели по сторонам. Но вот сейчас, я думаю, что это свои плоды пронесло. На месяц мы приостановили вот эти смертельные случаи. Напомню, что у нас в этом году уже 8 смертельных случаев. По сравнению с прошлым годом было 5 смертельных случаев. 4 на станции Расторгуева и столько же на станции Калинина. Причина одна – невнимательность людей, пересечение железнодорожных путей в неположенном месте. Всего за 20 минут работы нашей съемочной группы на станции Расторгуева было замечено несколько случаев. Считайте сами. Кроме предупреждений на словах, администрация принимает и другие меры. Так, на остановочных павильонах появились плакаты. Есть и радикальные способы. Используем нестандартные методы борьбы. Кто лазит на платформы, мажем эти платформы в месте, где лазят пассажиры. Ну, пластичная смазка, так скажем, которая не замерзает, не высыхает. Сколько человек испортило здесь свою одежду, сложно сказать. Край платформы уже обтерли, пора снова наносить смазку. А надзорные органы и администрация придумывают новые способы воздействия на сознание людей. Правда, свою голову представить тем, кто не задумывается о последствиях такого поведения, все равно невозможно. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Отделение диагностики Видновской районной клинической больницы оснащено по последнему слову техники. Как говорят сами врачи, в течение двух-трех часов они могут узнать о здоровье пациента практически все. Как им это удается, узнала наша съемочная группа. Длинные полоски бумаги в прошлом. В отделении диагностики ВРКБ электрокардиограмму делают с помощью портативных ЭКГ аппаратов. Результаты в электронном виде отправляются на компьютер врача. Дистанционно здесь проводят и другие исследования, что позволяет экономить массу времени и медикам, и пациентам. Помимо электрокардиографии, спирографии, также суточное мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы для диагностики бронхолегочных заболеваний, сердечных заболеваний, для контроля проведенного лечения. Медики диагностического отделения, который работает на базе стационара Видновской районной клинической больницы, ежемесячно проводят более трех с половиной тысяч исследований. Еще несколько тысяч пациентов диагностируют в амбулаториях и поликлиниках. Отделение наше многопрофильное. В основном это три направления эндоскопия, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, консультация узких специалистов. У нас имеются кабинеты, которые функционируют не только на базе стационара, но и в амбулаториях, во взрослой поликлинике для улучшения доступности, соответственно, по этим направлениям для пациентов. По утверждению врачей, в течение двух-трех часов они могут узнать о здоровье пациента практически все. Помимо высокой квалификации медиков, такие результаты получаются благодаря использованию в работе самого современного оборудования. Аппаратура, когда хорошая, она всегда комфортна, потому что это вот Сименс, немецкий аппарат, он очень хороший, он эхокардиографический, сосудистый. Если есть хороший цвет, как говорят врачи ультразвуковой диагностики, соответственно, и недостаточность клапанных структур, там, регургитации, как мы говорим об этом, да, это, соответственно, видно сразу. Пациенты могут быть уверены, врачи, работающие здесь, вооруженные знаниями и аппаратурой, всегда помогут поставить самый точный диагноз, а значит и лечение будет успешным. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во втором корпусе Видновской школы номер два состоялся финал и подведение итогов фестиваля «Мой мир начинается с мамы». Уже второй год в нем принимали участие образовательные учреждения Ленинского округа. Организатором фестиваля стал Центр детского творчества «Импульс». Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В холле Видновской школы номер два была расположена выставка участников второго открытого фестиваля «Мой мир начинается с мамы», организатором которого стал Центр детского творчества «Импульс». Этот конкурс мы проводили лет пять только внутри своего учреждения. Сначала ко Дню матери, потом к 8 марта. И участников, у нас очень много детей занимается, и участников этого конкурса было очень много. И поэтому мы решили предложить округу и всем детям участвовать в этом замечательном, на наш взгляд, конкурсе. Здесь были представлены работы художественного и декоративно-прикладного творчества. Среди них картины и поделки. Все они были посвящены мамам участников фестиваля. Я сделала глиняную игрушку. Там состояла композиция из мужчины и женщины. У женщины на руках был ребенок. Тематика конкурса имеет большое значение, ведь речь идет о материнстве и важности семейных ценностей. В христианстве к маме особое отношение, потому что мы знаем самый главный образ, исполненный нежности, красоты, образ матери, образ Богородицы. Поэтому, конечно, для нас очень важно, чтобы в обществе, среди детей, среди семей был такой правильный взгляд. Сами мамы, посетившие фестиваль, остались под впечатлением от увиденного. Как всегда, у «Импульса» совершенно восхитительные выставки. Дети гениальные. Я своих тоже имею в виду. У меня дети с трех лет в «Импульс» ходят старше. В актовом зале школы подвели итоги и наградили победителей. Члены жюри оценивали работы по разным номинациям. На сцене были показаны номера участников вокального конкурса и исполнителей в жанре «Художественное слово». Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В преддверии Дня народного единства в детской школе искусств города Видное открылась выставка детского рисунка. Учащимся было предложено изобразить выдающихся личностей, достижения в науке и спорте, а также значимые моменты в истории России. С экспозицией ознакомилась Юлия Погосян. На выставке по волнам истории представлены работы в разных техниках. Всего порядка 30 картин, в каждую из которых участники вложили душу и попытались передать свое видение того, чем гордится Россия. Мы постарались патриотическую тему все-таки раскрыть более полно. Стараемся деткам прививать любовь к родине, к своей малой родине, к семье. Ну, чтобы они ценили ценности наши, русские тоже традиции, чтобы они почитали своих родителей, уважали свою родину. Ну и были просто счастливыми и самодостаточными людьми. Видновчанка Саша Мехкова живописью занимается с детства. В школе искусств обучается два года и сегодня может с точностью сказать, что этот вид творчества сделает своей будущей профессией. Мне нравится придумывать что-то свое. Я начала рисовать, ну, основательно, я начала рисовать летом, там, два или три года назад. Вот. И мне очень нравилось просто рисовать из головы людей. И в итоге у меня вроде это получалось. И я захотела связать с этим свою жизнь, будущее и поступать куда-нибудь в художественный институт. На выставке Саша представила картину с изображением адмирала Ушакова. Военную тематику подхватила ее подруга Виктория Гуреева. Она написала портрет русского полководца Александра Суворова. Я знаю, он не проиграл ни одной битве. Такая выдающаяся, да, на ваш взгляд, личность? Да. Результатом я довольна. Работа заняла у меня примерно шесть часов. И это акварель. Здесь представлены работы и совсем маленьких учеников детской школы искусств. Семи-восьми лет. Дети, которые еще самые младшие, которые самые маленькие, у них как раз нет особых барьеров. Они берутся за любую тему и очень интересно ее иногда парадоксально раскрывают. Одна девочка занимается спортом. Я предложила ей что-то об этом нарисовать. Тем более она гимнастикой занимается, а традиционно наша гимнастика лучшая в мире художественная. Я думаю, что я не зря дала именно младшим эту тему. По волнам истории это не просто выставка. Все картины конкурсные. После Дня народного единства к работе приступит отборочная комиссия. Компетентное жюри выберет картины победителей. До этого момента экспозиция в холле школы искусств будет открыта для посещения. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Трое воспитанников клуба гиревого спорта Видновского художественно-технического лицея вернулись в соревновании под названием «Гиревые войны» с золотыми медалями. С юными спортсменами встретилась наша съемочная группа и узнала их секрет успеха. Клуб гиревого спорта начал свою работу на базе Видновского художественно-технического лицея три года назад. Сейчас спортивную секцию посещают 38 ребят. Группы поделены. Есть группа начальной подготовки, есть группа спортивной подготовки и юниоры занимаются отдельно. Отличается нагрузка начальной подготовки. Там больше общее физическое развитие, конечно. А группа спортивной подготовки там уже ориентирована на спорт. То есть результаты, каждая тренировка – это подготовка к будущим соревнованиям. Клуб входит во Всероссийскую федерацию гиревого спорта. Его воспитанники принимают участие во всех соревнованиях, которые проходят в Москве и Московской области. С очередного турнира «Гиревые войны» атлеты привезли три золотых медали. У нас Чижевский Илья гирю 4 килограмма, выполнял рывок за 42 минуты. Он поднял тысячу раз. Драгунцова Евгения, час 12, она справилась 6 килограмм. И у Сольга она за 52 минуты тоже 6 килограмм. Путь по тысячу раз они подняли, не опуская. Один из победителей соревнований – восьмилетний Илья Чижевский. Занимается в секции почти год. Узнал о занятиях совершенно случайно. И решил попробовать свои силы. Ну, я еще ходила на каратэ раньше. Потом смотрю, а тут же есть окно. И посмотрела, а там тоже занимается. Плюс мы уже на каратэ тоже ходили здесь, тоже тренировались. Поэтому решил тоже записаться. Такой нелегкий вид спорта выбирают и девочки. Евгения Драгунцова поднимает гири уже более двух лет. За это время достигла больших результатов. Но останавливаться не собирается. В планах Жени – принять участие в марафоне, где нужно простоять с гирей целый день. Я раньше, как Илья, ходила на каратэ. И Виктор Анатольевич, мой тренер, предложил ходить на гиревой. Я спросила маму, она согласилась. И так я начала заниматься гиревой. Тренировки проходят три раза в неделю. Также юные спортсмены получают домашние задания и выполняют некоторые упражнения самостоятельно, чтобы достичь высоких результатов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.